Простыми словами и красивыми кадрами о том, что происходит в нашем большом и стильном городе. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Конкурс красоты для девушек с пышными формами состоялся. В течение нескольких месяцев участницы активно готовились, открывали в себе новые таланты, экспериментировали с внешностью, работали с психологом, чтобы научиться понимать и принимать себя. И вот в финальном шоу заключительное испытание – выйти на сцену и выступить перед зрителем. Как справились с этим заданием «Бодипозитивные девчонки»? Смотрите прямо сейчас. Финал конкурса «Леди Мармелад» – масштабное и профессиональное шоу, к которому участницы готовились на протяжении года, занимаясь наставниками, актерским мастерством, вокалом, танцами, а также формированием стильного образа «Плюс Сайз». Девушек «Плюс Сайз» вообще очень много и в городе, и в жизни. И им тоже хочется блистать на сцене, выступать в каких-то конкурсах, творческих номерах, выигрывать призы. Почему нет? Это очень замечательная идея. Дефиле в стильных нарядах – обязательная часть конкурса красоты. Финалистки «Леди Мармелад» представили коллекции от «Эйфории Макси». Яркие цвета, эффектные аксессуары, креативные, динамичные решения в стиле спортшик, на подиуме девушки выглядят как профессиональные модели. И это, несмотря на то, что в жизни девушки не связаны со сценой и шоу-бизнесом. Татьяна Булкова, 36 лет, дважды мама, преподает математику. Дарья Новикова, 32 года, главная булочка на хлебозаводе. Ольга Витошкина, 36 лет, работает тоже на заводе. Екатерина Метрова. Никогда раньше не участвовала в подобных мероприятиях с Ульяной Журавлёвой. От непринятия себя переключилась к желанию продемонстрировать всем, что красиво. Я мать троих детей и постоянный быт, дом, работа. Дети съедают настоящую женщину. Хочется раскрыться, хочется блистать. А мы потухаем, сидя дома. И для меня этот проект – это просто второе дыхание. Изменить внешний вид и создать свой образ помогали стилисты, косметологи и парикмахеры. Но на перемены внутренние и внешние повлияли не только встречи с профессионалами в сфере бьюти, но и занятия с психологами. Девчонки преобразились внешне, они стали более уверенные, они стали какие-то более веселые, открытые. Они поняли, какими они могут быть на самом деле. Кто-то внутри становится намного-намного сильнее, ты понимаешь, что твоя жизнь, твои правила. Не стоит бояться, не стоит себя стесняться, нужно быть просто собой. Мы научились подбирать какие-то цветовые решения в своей одежде. Партнёры помогли подобрать украшения, которые подходят к типу лица, цвету волос, цвету глаз. Любить себя, наверное, самое главное нас научили. Не бояться чего-то нового, не бояться показать себя, какая ты есть, показать свою внутреннюю красоту, свои какие-то таланты. Уроки вокала, танцев, актёрского мастерства не всем участницам давались легко. Но каждая смогла показать себя на сцене и зацепить зрителя горящими глазами. Когда я танцевала, я была в гримёрке, я наконец-то в свои 56 лет я поняла, что такое адреналин. Я даже не ожидала, что так будет. Это просто феерично. Мы все здесь друзья, и вот это участие, вот этот драйв, это самое главное. Конкурс «Леди Мармелад» отличается от всех конкурсов, которые вообще возможны. Потому что девчонки на этом конкурсе раскрывают полностью свою энергию. Все девочки, которые раньше думали, что полнота – это комплекс, на этом конкурсе преображаются и понимают, что модели X-size, они такие же, они крутые, они харизматичные, они просто могут дышать полной грудью. Вы знаете, это вечер, вечер всегда хочется провести в развлечении, но это не развлечение, это на самом деле очень ответственная работа, и мне было сложно судить. С каждой участницей я лично знакома, это знаете, с кем я знакома, это моя кровиночка. И кого-то выделить достаточно сложно, но я, как мне посоветовала одна из девушек, сказала «Выбирайте сердце». Я выбирала сердце. Это не шоу, это люди. Люди объединяются, и они своего рода семья стали. И я выхожу в эту семью, и у меня на самом деле так комфортно, так хорошо. Мы сдружились. Это самое главное. Была возможность постоянно куда-то ездить, встречаться, узнавать новых людей. Даже несмотря на то, что призовых вместо всего три, а корона-победительница одна, каждая из участниц в этот вечер чувствовала себя победительницей, ведь они смогли проделать этот длинный, сложный путь изменений. Все девушки получили не только подарки от партнеров, но и яркие эмоции. Некоторым участницам были предложены модельные контракты с магазинами одежды и фотостудиями. Тройка победительниц выглядит так. Яна Семенникова. Ты самая красивая. Кресина Коварова. Первое место. Леди Марвелла 2021 становится Ольга Витошкина. Ольга Витошкина. Ждала? Ждала. Вернулся? Еще не. Загадала, что здесь, на этом конкурсе, нашелся тут мужчина. Мужчина, теперь у вас будет королева. Ну а мисс зрительских симпатий стала Кира Запорожец. Проделанная работа над собой и своим имиджем подарила девушкам уверенность. Теперь участницы полностью избавились от внутренних страхов, любят себя и настроены принимать от жизни только самое лучшее. Сладкое портит фигуру. Мысль не самая свежая, но по-прежнему справедливая. Стоит только отказаться от сахара, конфет или печенья, как сразу же начинаешь сбрасывать лишние килограммы. А что, если отказаться невозможно? Что, если силы воли хватает на все, кроме сладостей? Вот именно с этими вопросами мы обратились к нутрициологу, специалисту по снижению веса Юлии Антоновой. Никак не могу отказаться от сладкого. Это у нас заложено генетически. Как избавиться от этой привычки? Нами будут каким-то образом пытаться управлять. Человек всегда искал что-то сладкое. Есть такие люди-сладкоежки. И они, как правило, в числе первых оказываются в рядах людей с лишним весом. И сегодня мы как раз и поднимаем эту тему зависимости от сладкого. И нам помогает во всем разобраться Юлия Антонова, нутрициолог и специалист по правильному питанию. Юлия, такой вопрос. Часто ли обращаются люди и говорят, что я никак не могу отказаться от сладкого? И как мне теперь снижать свой вес? Ну вообще тяга к сладкому – это у нас заложено генетически. То есть если мы возьмем антропологию, то есть это наука о том, как человек развивался, то человек всегда искал что-то сладкое. Он искал их во фруктах сладость, он искал это в меде. И вот прямо из поколения то, что нам передается, мы действительно всегда будем искать какой-то сладкий вкус. Первая причина, почему человек тянет на сладкое – это нехватка белка. Если в рационе достаточно белка, то тяга к сладкому меньше. Но все равно мы в той или иной степени будем искать какую-то сладость. Можно ли такому человеку снизить вес? Конечно, можно. То есть если мы выстроим определенным образом питание, если мы научимся какие-то сладкие моменты заменять более полезными. Кто считает себя сладкоежками, говорят, что они не наедаются, если в конце обеда, в конце трапезы они не съели что-то сладкое. Они как будто бы и не ели вообще. Как избавиться от этой привычки? И вообще можно ли хоть чуть-чуть сладкого съесть после обеда? Завершать трапезу чем-то сладким – это больше привычка, причем психологическая привычка. И если у человека есть такая потребность, то кусочек горького шоколада, одну или две дольки вполне можно съесть. Мармелад без сахара – его тоже можно съесть. Это такая, в принципе, нормальная сладость. Но не гору мармелада и не гору зефира, нужно понимать. Сейчас в широком ассортименте представлены так называемые ПП-конфеты. Они в разделах правильного питания и они без участия вот такого живого сахара сделаны. Насколько они могут заменить сахар, насколько они могут, так сказать, снизить риск появления лишних килограммов? Полезные и неполезные конфеты ПП-сладости, да? На что я рекомендовала обращать внимание? Если мы говорим про батончики, то чтобы там был белок, минимум 10 грамм в батончике, то есть если там меньше белка, скорее всего, ну, просто можем назвать конфеткой это, сладкой. Но очень часто сейчас делают какие-то домашние конфетки или где-то продается в кафешках вот такие же конфетки. Часто они из кураги, они из фиников, из чернослива. Это калорийность большая, это высокая концентрация в них сахара. То есть мы съедаем, это не сахар в чистом виде, это как бы сухофрукт, ну, как бы полезно, да? Но на самом деле у нас идет скачок сахара в крови, мы это не видим, но нужно понимать, что это происходит. Если вот возвращаться опять к антропологии, да, почему торты, какие-то пирожные делают их цветными? Они привлекают внимание наше, да? Ну, здесь даже, наверное, дело в цвете больше, потому что там исторический человек, он понимал, что во фруктах есть сладость. И фрукты, а фрукты, они все цветные. И вот это на подсознательном уровне, это действительно нас будет тянуть больше не просто на какую-то печеньку безликую, а на какую-то красивую пироженку, нам будет ее хотеться больше, потому что там есть цвет. И у нас такое восприятие, это, ну, это фрукты, там есть сладость. То есть если мы думаем, что люди, которые разработали изначально вот все маркетинг, опять же мы про маркетинг, да, все вот эти вот леденцы, да, и пирожные, что они об этом не знают, они знают. И человек очень, очень изучен со всех сторон. И действительно, вот кондитер, который печет дома, он это, скорее всего, не знает. Но если мы говорим про большой маркетинг, про мировой, то это все известно, поэтому нами будут каким-то образом пытаться управлять. Но если мы это понимаем, да, как это все работает, то мы можем в каком-то случае сказать, а я знаю, вы хотите меня там просто, чтобы я съела эту сладкую какую-то штучку, а я не буду ее покупать. В сахаре я кардинально вредного ничего не вижу в ограниченном его количестве. Просто если человеку сказать, сахар можно, он понимает, что его можно много. Но если кофе и маленький кусочек сахара, и это за день единственный сахар, то вполне может быть. Вечером я не рекомендовала бы есть сладости. А днем, утром, если есть в этом потребность, прям не может человек без этого, ну пусть немножко съест. Ну и что я хочу сказать. Идеальный вес и правильное пищевое поведение все-таки начинается с получения правильной информации. Когда мы знаем, что откуда берется и что во что преображается, тогда нам проще все это организовать именно в своей жизни. С нами была нутрициолог, специалист по правильному питанию Юлия Антонова. Спасибо большое, Юля, и до встречи. Медицинский центр «Новая клиника». Профилактика ковида и реабилитация после заболевания. Мы в самом центре города, на Кирово 159. Телефон 211 07 60. И поедем мы сегодня на... Ауди А4. Спасибо за персональный бренд, что это людей будет раздражать. Рыбу не ем, и я уже поела. Это из этой серии. Ты стоишь многих. Кстати, мне говорили, ты вот с этикетом в Челябинске. У меня имидж делового человека. Быстро, четко, емко, интересно, используя. Это о нашем проекте «Интервью по дороге». Никогда не сомневалась в том, что в нашем городе живет очень много талантливых людей. И что удивительно, они рядом, они среди нас, и с некоторыми из них довольно легко договориться об интервью. Сегодня в гостях в программе «Бьюти Тайм» Петр Серебровский, художник, чьи работы украшают частные коллекции и общественные заведения разных стран, не только России, но и Европы. Не пойми, что вот я наговорил. Мы вырежем или оставим. Ох, какие вопросы ты, Саша, задаешь. Хотя почему бы нет. Его картины украшают частные коллекции и общественные пространства в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Норильске, Нижнем Тагиле, Астане и Цюрихе. Петр Серебровский – харизматичный, модный, популярный, разносторонне одаренный, художник, музыкант, почетный член Миланской онлайн-арт-галереи, служил в президентском полку и написал об этом книгу, участвовал в кремлевском балете «Ромео и Джульетта», расписал тысячи квадратных метров в интерьерах и создал 100 картин для Лахта-центра. Участвовал в венецианской экологической выставке и международных онлайн-выставках в Нью-Йорке и Цюрихе. И не устает радовать своих поклонников экспозициями в родном городе. Как я уже говорю, не первый раз за последний, наверное, месяц, может быть, недели три, мы этого события ждали целый год. Ну что, Петь, поздравляю, все-таки случилось. Все-таки состоялось. Рассказывай, что здесь, какая концепция, вообще есть ли она, потому что смотришь и очень все разное. А я все в поиске же собственного почерка, и вот в этот момент я понял, что почерк-то, видимо, вот в этом разнообразии-то и есть. То есть концепция в отсутствии как таковой, вот нарочитой такой концепции. Я вот буду делать горы, и я, значит, делаю горы. Я буду делать море, я, значит, делаю море. Ну я другого формата художник. Я не говорю, что так плохо, я говорю, что я другой. Я исследователь такой, я вот как квадрокоптер, я вот летаю, море, раз, сфоткал, горы, раз, сфоткал. Насколько мир разнообразный, настолько я в него вот и пытаюсь погружаться. Может быть, это прощупывание, может быть, однажды, найдя что-то такое, я буду тем, про кого сейчас говорю, что я не он. Может, я начну и буду. Нарисовал я птицу, идущую по городу. Вот, может, у меня будет серия птиц, идущих по городу. Я даже, когда в школе учился, я писал в тетрадках по-разному. Я помню, как ты в тетрадках писал. Мы, кстати, тоже писали. То есть я в литературе писал одним почерком, в математике другим. Еще у нас был такой Сережа Каткин. У него были буквы вообще квадратные. Я писал однажды, как Сережа Каткин. Мне было вот интересно, как это он делает. Я писал его почерком. Ну, с детства все это идет. Вот какое-то подражательное собирательство. Ты собираешь. Ведь если бы я был фотографом, я бы тоже, наверное, снимал все разное. Я бы собирал, коллекционировал себе разные жанры. Мы же понимаем, что под этим термином подразумевается что-то такое вот ультрасовременное, непонятное. Жанр же, он живой, он трансформируется. Ну, это так же, как в музыке. Групп же много. А знаем, допустим, какие-то вот, которые самые известные. А групп там десятки тысяч. Да, что-то кто-то делает. И хорошие ли они? Знаешь, это мы сейчас выходим в спор, что считать. Искусством. Все ли искусство, что есть, творчество или не все. И кто, опять же, кто будет судить это. Еще и эмоциональный интеллект у людей разный. Кому-то надо подсказать и рассказать, как смотреть. Я же не случайно, когда у меня была выставка абстракции, я раз в неделю делал экскурсии. И когда я рассказывал, почему вот здесь так, почему тут так, люди, а-а-а, вот, ой, как нам нравится тогда. А так сначала, знаешь, все, и сели, я тоже так могу, что замазняю, все. Режиссеры бывают, когда что-то о фильмах своих дают, дают какую-то наводку тебе, объяснение. Оно тебе помогает понять. Потому что невозможно во всем разбираться, до всего сразу доходить. Тем более мы же в жизни как? Мы же живем какими-то этапами и периодами. Ты в данный период, допустим, не настроен на что-то такое, вот, креативно ты, тебе нравится классика. Тебе не зайдет со времен искусства. А однажды, присытившись классикой, ты, например, смело нырнешь вот во все эти перевернутые унитазы, там, и акционизм, там, и прочее. Ну, не знаю, вопрос очень сложный, его, не знаю, его решит только, наверное, обстоятельства, сами его и решат. Когда оно что-то произойдет, вот мы с тобой через 10 лет в Милане на выставке, ты будешь у меня брать интервью. Я тебе там скажу, Саша, бабки решают. Или я скажу, Саша, нет, я, вот, не надо мне ваших евро, вот у меня чемодан, кеды, так же и лежат, как 10 лет назад. У Пикассо интересная есть фраза, когда ему было 90 лет, он сказал, что ему горько и больно, что вот он всю жизнь писал вот всякую абракадабру, потому что она круто продавалась, и чем непонятнее, тем ее лучше покупали. Что, да, я понял время, то есть он понял вот эту вот стезю современную, такой непонятности, вызова, но, говорит, как художник не высказался в итоге. Я вообще человек компромиссов, я считаю, что должен быть какой-то компромисс и коммерческой успешности, и все-таки творчество оставлять, лишь бы не исписаться, лишь бы идеи не кончились, лишь бы, да, вот. Потому что бывает, напишешь серию картин, пауза, и думаешь, а если это вот сейчас прямо на несколько лет, а если вот ничего в голову не придет, потом проходит неделя-другая, приходит идея, думаешь, ху, ну все, пока что я еще это что-то могу. Вот, вот это скорее заботит. А там то, что деньги, слава, знаменитость, ну это все такое, в гробу карманов нет, как говорится, туда ничего не возьмешь, главное все-таки высказываться. Если говорить о заказчиках, какие чаще всего бывают запросы, что люди просят тебя написать для их интерьеров? Боже, заказчики такие же люди, строго говоря, как и мы все. А вы знали? Заказчики разные, такие же разные, как и есть. Вот картина вот эта, на первый взгляд, такая вот творческая, это на самом деле заказная работа. То есть при всей своей непопсовости сюжета, просто я обсудил с заказчиком, что вот у меня есть такая идея, он проник, сказал, о, давай сделаем. Кто-то скажет, да ну зачем мне такое, вот это воин, какого-то там, война. А, мне, кстати, очень понравилось, потому что тут идеи. Здесь философия, да. Кому-то нужно просто не для разглядывания картину, как здесь, а для созерцания. Просто какое-то пятно цветовое в интерьер. Кому-то вот в Инда положь копию какую-то, вот в Ангоге хочется. Скажи, пожалуйста, нет ли у тебя эмигрантских настроений, комфортно ли тебе в Челябинске? Спрашиваю, потому что это такой тренд, который держится последние даже не годы, а десятилетия. Хочется ли уехать и хочется ли остаться, и почему? Слушай, тема миграции, не знаю, я очень привязываюсь к местам, где мне хорошо, где у меня было счастливое детство. Ну вот у меня недавно была выставка в Венеции до ковида, вот как раз в феврале. Сейчас должна была быть выставка в Генуе и еще раз в Венеции, но там красная зона. Ну, то есть мне не мешает проживание в Челябинске наводить вот движ, суету, двигаться в сторону европейских каких-то рынков, выставок. Если я перееду, я перееду, это не из-за истерии вот этой, покинуть Челябинск там из-за ГОКа, из-за ЧМЗ, ну, в смысле из-за выбросов. То есть, если я уеду, я уеду куда-то, а не из, а не от. Если я уеду, то прицельно, допустим, в Милан по контракту расписывать дома. Ну, грубо говоря, хотя почему бы и нет. Спасибо. В День защиты детей мы решили поговорить о мамах, точнее о проекте «Мама Тайм», который организовала группа женщин, они тоже, кстати, мамы. Группа женщин, объединенных под брендом «Время добра». О красивых поступках и хороших делах прямо сейчас в программе «Бьюти Тайм». Это очень приятно, это видно по их эмоциям, по их светящимся глазам. Женщины становятся действительно счастливы и стали. Это же вообще им памятник надо ставить, каждое буквально-таки, ну и на руках носить. Героини этого праздника – мамы, которые воспитывают детей-инвалидов. В их жизни почти нет места для простых женских радостей, но исправить ситуацию взялись организаторы проекта «Время добра». Участницы конкурса «Красоты Миссис Россия» организовали серию мероприятий, посвященных красоте и творчеству. Эта идея получила название «Мама Тайм». Ни для кого не секрет, что эти мамы, они всю свою жизнь, все свое время тратят на своих деток, на поддержание их здоровья, на просто поддержание их жизни. Вся судьба этих детей зависит непосредственно от мам. У нас изначально как-то коллектив так подобрался, что каждый сразу выбрал свою роль во всем этом, каждый занимается своими делами. Мы могли заниматься с нашими мамочками, кто-то в этот момент что-то делал другую организационную работу, кто-то вечером, кто-то ночами. Но все это создавалось на каком-то одном дыхании, и, видимо, мы сплотились, и поэтому могли надеяться друг на друга все время, и никто не подводил в таких ситуациях. Мастер-класс по рисованию, уроки макияжа, подбор стильных образов и фотосессия – вот далеко не полный список мероприятий, которые посетили мамочки за несколько недель проекта. У меня столько новых было ощущений, впечатлений, дел, умений, навыков, а сколько людей я узнала, познакомилась с прекрасными, талантливыми людьми. Спасибо вам огромное. У нас где-то там в глубине каждой живет девочка маленькая, но она, естественно, уже где-то глубоко и совершенно уже покрыта слоем проблем и забот и бытовых, и личностных разных. Но очень ценно то, что эта девочка, она просыпается, и в тот момент, когда она просыпается, этому способствуют многие моменты, и музыка правильно подобранная, и эмоция от мастера, который мастер-класс ведет. И начинают раскрываться девчонки, да очень здорово выглядит, просто самое, наверное, ценное действительно. То, что вот сначала нет, а потом это такой прорыв, это такая эмоция, такая буря просто позитива. Вообще, вот если честно, зациклена на своих детях, и мы как бы вот растворяемся в них и живем, ну а потом, когда немножко отходишь, делаешь шаг в сторону, вот благодаря только вот этому времени добра, почувствовала себя женщиной. После каждого занятия, когда приезжала, у меня даже вот ребенок сейчас со мной, он не даст мне соврать, он говорит, мама, ты такая, говорит, весело, а что с тобой? Я говорю, ну ничего, говорю, просто на занятиях побывала. Действительно, очень заряжает положительными эмоциями, и я думаю, у меня жизнь немножко повернулась в другую сторону. Вообще, конечно, эмоции переполняет, потому что девочки, действительно, такое движение, у них энергии столько, и действительно, девочки посвятили себя, потому что, ну время себе, потому что, действительно, обычные-то мамы не успевают, а мамы детей как бы с ОВЗР, это же вообще, им памятник надо ставить, каждый буквально-таки, ну и на руках носить. Вот впервые я для себя узнала, что все-таки в нашей жизни моей, моего ребенка не надо останавливаться и зацикливаться на вот болезни ребенка. Надо идти, приглашают, иди, что-то ты не можешь, научат. И вот в этом проекте, вот было, чего-то я все-таки за свои года, чего-то я не умею, но меня научили, и я благодарна этому проекту. Проект планируется проходить два раза в год, и количество по 15-20 мам планируем выпускать из нашего, можно сказать, школы «Мама Тайм». Проект уникальный, первый раз мы сами его вот организовали, мы в теории, конечно, предполагали, как это будет, но мы сейчас вот на финальном нашем мероприятии просто в восторге, и мы видим по нашим участницам, от них идет такая отдача, что это лучшая для нас благодарность за наш труд. А в общем, наш проект «Время добра» предполагает и мероприятие же не только для мам, так же и для детей. И несколько раз в год обязательно на День защиты детей, обязательно к сентябрю мы будем проводить, конечно, для них развлекательные мероприятия, чтобы их жизнь стала насыщеннее, ярче, веселей. Детям это необходимо. Вычастливая мама – это счастливое веселье. «Мама Тайм» первый сезон оправдал все ожидания, а это значит, что будет продолжение, и мы еще не раз увидим счастливые лица этих достойных женщин. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале «Бьюти Тайм ТВ» на страницах в Instagram и ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, будьте с нами. Ну а мы в свою очередь благодарны за обратную связь. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok